В студии Елена Кузовкина, я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Делегация врачей из Германии с рабочим визитом находится в Барнауле. Мы даже не повторяем этих исследований у себя, потому что они у вас сделаны на очень высоком уровне. Вам приятно. С какой целью приехали немецкие специалисты? Купи кирпич, помоги спасти серебро плавильный. Барнаульцам предлагают внести личный вклад в сохранение исторического памятника. Они могут провести весь день в кровати, их за это не уволят. Как правило, ночами офис закрыт, а вот дома ночью можно легко работать. Сегодня праздник у фрилансеров. Алтайский край станет площадкой для международного обмена врачебным опытом. Сегодня с деловым визитом в Барнаул приехала немецкая делегация. Врачи из Гамбурга посетили онкологический, кардиологический диспансеры и диагностический центр. Наша съемочная группа присоединилась к экскурсии. Осад Кутуб, хирург из Гамбурга, узнает у специалистов краевого диагностического центра все детали их работы. Для знакомства с алтайским медицинским кластером у гостей всего день. Они приехали, чтобы посмотреть, как работают аналогичные с немецкими больницами здесь, на Алтае. Кстати, пациенты с алтайской земли там не редкость. Петр Мюллер, онколог с многолетним опытом работы, рассказал, что недавно им удалось вылечить 16-летнюю пациентку. Она стояла в очередях на осмотр, даже проходила лечение. Но ее опухоль у нас признали неоперабельной. Сейчас девушка, к счастью, здорова. Я хочу сказать, что если в самом начале она считалась абсолютно неоперабельной и пациенткой без абсолютных шансов, то в конце лечения нам удалось полностью развернуть ситуацию на 180 градусов. Абсолютно неоперабельная опухоль оказалась операбельной. И господин доктор Кутуб очень квалифицированно и чрезвычайно успешно смог прооперировать эту пациентку. Гости из Германии приехали, чтобы договориться о будущих рабочих отношениях со специалистами из Алтайского края. Кота в мешке брать не хотелось. Все, что мы видели на сегодняшний момент, представляют из себя весьма профессиональные медицинские учреждения с очень высокими стандартами лечения. В связи с этим хочу выразить всем коллегам в Алтайском крае свою глубокую признательность и выразить признание их высокого профессионализма. Мы готовы пригласить к себе коллег из Российской Федерации, чтобы показать те стандарты медицины, которые есть у нас, чтобы они могли вжиться в эти стандарты и адаптировать их здесь. В планах развития международной телемедицины, а также стажировки наших врачей в стенах немецких клиник. Такое обучение будет полезно и коллегам из Германии, особенно это касается хирургической практики. В свою очередь медики края надеются таким образом удержать молодых специалистов на родине. Нам очень важно, опять же говоря, о технологиях, о опыте, когда молодые наши специалисты, когда идет профессиональное становление, чтобы он понимал этот уровень возможностей в рамках своей профессиональной траектории, своей возможности. То есть есть клиники Алтайского края, есть российского масштаба. Мы готовы открывать ворота с помощью коллег. Немецкая делегация провела в наших больницах весь день. Врачи познакомились с работой каждого отделения онкологического, диагностического и кардиологического центров. Пока только решили, что сотрудничеству быть. О планах еще будут говорить. На Алтае немецкие врачи будут и завтра хотят полюбоваться красотами Телецкого озера. Нариды Миллер, Александр Антропов. День с толком. А вот броноульская семья просит помощи у неравнодушных горожан. Молодая пара воспитывает ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП. В 4 года мальчик не может даже самостоятельно стоять. Для разработки мышц нужны постоянные тренировки, но специальные ходунки семье не по карману. Так маленький Богдан выражает интерес или недовольство. Руками 4-летний малыш управляет лучше всего, а работу целого организма контролирует мама. Бульбарный синдром мокрота скапливается постоянно в легких бронхах. И она не отходит до конца, не может он откашлять, она густая сильно. И мы для этого дышим, чтобы разжижить ее. Дышит пара мальчик по нескольку раз в день. После этой процедуры у него получается глотать. И еще мама помогает Богдану держать голову. И она же, как правило, держит игрушки. Ребенку сложно, а потому неинтересно. У нас вообще игрушки как бы никак. Ну, не рассматривает их. Он берет, даешь ему в руку, он берет и сразу тут же отпускает. Вы должны с ним быть круглосуточно. Да, да, да. Что он сам не отвлекается. С осложненным ДЦП мальчика семья вот уже 4 года справляется сама. Со слов мамы, даже положенную помощь, например, смеси, выбивала через суд. А сейчас Олеся все чаще мечтает о первом шаге сына. Но предоставляемые ходунки ему не подходят, ведь он не держит равновесие. А другие их не предлагают. Вот в Алтайском крае, в федеральной, вот в этой, что нам они предоставляют бесплатно, сказали нету. Они мне в компьютере открыли перечень этот и сказали, что нету. Я говорю, а если платно мы приобретем, сколько возместится? Они сказали две тысячи. Стоит специальная опора около 140 тысяч рублей. Для семьи, в которой работает один отец, а пенсия ребенка идет на лечение, сумма непосильная. Поэтому семья мальчика просит барнаульцев помочь купить нужные ходунки, чтобы ребенок встал на ноги. Мама и папа Богдана будут благодарны любым пожертвованиям. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. А сейчас возвращаемся к теме с Иткульским спиртзаводом. Его владельцы пишут, возможно, последнюю страницу истории предприятия. В арбитражный суд Алтайского края поступило заявление о самобанкротстве завода. Долговая яма предприятия в Зональном районе, о которой стало известно в марте, о традиции и на поселке, и на регионе, рассказывает Анастасия Дороган. Не так много нас пришло, да, ну 100, ну 200 человек, да, а на заводе работает 450. Для обычного алтайского села число внушительное. Иткульский спиртзавод для этих людей, что раньше совхоз, стабильность. Но она пошатнулась в марте. Стало известно о долге предприятия в 134 миллиона рублей. Они перешли заводу от московского инвестора, группы компаний «Кристалл Лефортова» после просрочки выплат кредита. Такую сумму Иткульский не потянул. Предприятие подало на самобанкротство. Ой, значит, банкротство для меня тоже новость, как бы я не слышал об этом заявлении. А ну как, что будет, тяжело очень будет. При худшем раскладе село Соколова опустеет. На заводе работало почти третьего жителей. И те 200 человек, которых уже сократили, продают дома. Следом потеряет муниципалитет. До этого времени бюджет зонального района пополняли сами. За счет двух крупных предприятий, в том числе Иткульского. А затем и Край. Завод был в десятке налогоплательщиков региона. Край получает большие дотации. И уменьшение даже на небольшую часть собственных доходов. Это повлияет к тому, что надо будет или просить дополнительные дотации у Министерства финансов в России, или уменьшать бюджет. К сожалению, это будет ухудшиться показатель нашего и так не очень большого бюджета на душу населения. Но процедура банкротства займет некоторое время. Так, конкурсный управляющий с начала месяца будет изучать перспективы завода или их отсутствие. Учтет все долги, ресурсы и примет решение. В рамках этой процедуры будет возможно оздоровление организации, то да, будущие организации есть, безусловно. Если руководство будет заинтересовано, если, к примеру, тоже есть хороший вариант, если какое-то третье лицо захочет и будет способно погасить обязательства должника, то есть ведется, допустим, процедура, это финноздоровление за счет третьего лица. Этим третьим лицом, например, правительство края может выступить? В теории может быть. В правительстве региона комментировать положение не стали. Хотя, напомним, в крае была создана группа по разрешению ситуации с Иткульским заводом. Эксперты сходятся в одном. Будущие предприятия зависят от руководителей, а они в Москве. И известно, что группа компаний «Кристалл Лефортова» в 2017 году остановила завод в Курске, а в 2018 году в Саранске и Самаре. Сайт компании на сегодняшний день не работает. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Напомню, что в этом году нашему музею исполняется 30 лет, и поэтому это тоже один из лейтмотивов музейной ночи. Не только гмелики, еще 40 музеев Барнаула есть. Чтобы показать, для удобства разработаны пять тематических автобусных маршрутов, в их числе образовательный, развлекательный и исторический. На маршруты нужно предварительно записаться 18 мая с 5 до 6 часов вечера на нулевом километре. В этот же день с 7 вечера до 2 ночи музеи всей страны откроют свои двери. Кстати, единого билета на посещение экспозиции нет. За проход практически везде придется платить. Взрослым 100 рублей, школьникам и пенсионерам 50, детям до 6 лет вход бесплатный. А вот внести свой вклад в сохранение спички могут все желающие. Необычная идея родилась у одного из архитекторов города. В чем ее суть, узнаете прямо сейчас. Архитектор Александр Деринг, один из организаторов «Субботников на спичке», предлагает барнаульцам внести свой вклад в создание кирпичей для реставрации исторического памятника. Информацию об этом он разместил в соцсетях. По словам архитектора, сохранившаяся часть заводской плотины требует срочных консерваций. И это желательно делать с помощью материалов, подобных тем, что использовали при постройке объекта. Один из барнаульских гончаров готов изготовить большую партию кирпичей по методикам 18 века из той же глины, которую добывали в окрестностях Павловска. Но на работу необходимо привлечь дополнительные денежные средства. Деринг предлагает организовать общественную акцию. Каждый желающий сможет оплатить создание своего, можно сказать, именного кирпича и таким образом внести вклад в сохранение памятника. А вот как будет поощряться участие в проектах, организаторы пока решают. Деринг отмечает, что подобные благотворительные акции активно проводят в европейской части России и в странах Европы. Это позволяет не только найти необходимые средства, но и привлечь простых людей в дело сохранения культурного наследия. Как можно стать меценатом, об этом расскажут организаторы акции во время проведения очередного субботника на спичке 18 мая. Илья Кочетков, День с толком. А сейчас к другим темам. На календаре 14 мая праздник отмечают фрилансеры. О плюсах и минусах свободных художников расскажем далее. Это Екатерина Сапега. Ей 22 года. Она может позволить себе работать в кафе за чашкой ароматного кофе или дома на диване. Однажды Екатерина поняла – хобби должно приносить деньги. Девушка любит писать. Сейчас Катя – копирайтер. Создает рекламные тексты. Говорит, на это способны не все. Внимательность, грамотность, усидчивость, потому что надо перерабатывать огромное количество информации, даже иногда в той сфере, в которой ты абсолютно не разбираешься. И плюс-таки качество такое, как желание писать и рассказывать о чем-то миру. Катя пишет и про индустрию красоты, и про научные прорывы. Говорит, сложно не только каждый раз изучать новую тему, но и организовывать себя. Ведь она вольный художник. Трудится, когда есть желание и время. Когда ты крелайсер, у тебя нет выходных, и ты можешь работать просто с утра до самого вечера. И тут важно как-то понять это, перейти в грани, самому обозначить себе время. Ну, это, наверное, приходит с опытом. Нашему второму герою этого опыта не занимать. Он работает на фрилансе уже четвертый год. Илья Коломеец с детства мечтал стать программистом. Хотел пойти по стопам отца. Сейчас разрабатывает программное обеспечение днем на официальной работе. А по ночам пишет курсовые и дипломные для студентов. За деньги. Мы как программисты любим работать по ночам. То есть нас никто не отвлекает, и мы сидим, работаем. Продуктивность кажется нам выше. И нам, ну, то есть в офисе, как правило, ночами офис закрыт. А вот дома ночью можно легко работать. Также ты сам решаешь, какую работу тебе брать, а какую не брать. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди разных специальностей. Копирайтеры, программисты, журналисты, художники. Все они работают на фрилансе. То есть сами на себя и для себя. Этот день в России празднуют недавно, с 2005 года. Именно тогда была создана одна из первых в нашей стране бирж вольных стрелков. Портал «Фриланс». Екатерина и Илья, кстати, тоже имеют свои аккаунты на подобных порталах. И точно знают, что никогда не посвятят себя полностью одному и официальному делу. Дарья Демиллер, Илья Петров, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд и погоди. Спонсор прогноза – Банк Восточный. А у меня на этом все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова